Строительство на финишной прямой. Уже в декабре этого года будут достроены два детских сада на 700 мест на улице Сергея Примениной и Фрезиновской. До приема детей останется принять здание, получить лицензии. Вместе с заведующей сада и родителями малышей на строительной площадке побывала и наша съемочная группа. Детский сад будет называться Солнечный город, поэтому весь Солнечный город создал свою инфраструктуру и это микрорайон Малышкино. Здесь будут располагаться дети ясельного возраста, а еще будет Почемучкино и Сказкино для более старших ребят. Детский сад, рассчитанный на 350 детей, разместится в современном трехэтажном здании. Качественные стеклопакеты, хорошая сантехника и даже кухонное оборудование с лифтом для раздачи пищи. А еще здесь есть физкультурные музыкальные залы и каждая из 16 групп, по аналогии с настоящим городом, будет называться домом и иметь свой номер и название. Лисички, солнышки, цыплята, каждая группа в этом детском саду будет оформлена и оборудована в одном стиле и в соответствии с возрастом малышей. Даже в одной цветовой гамме уже заказаны инвентарь оборудования и мебель, которые привезут, кстати, уже завтра, 25 ноября. Еще одна особенность этого детского сада – бассейн, душевые кабинки, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек и, конечно, сама чаша, глубиной не больше метра, чтобы могли заниматься даже самые маленькие. Верхушка плитки, она выложена также мозаикой цветной, как точно так же, как и чаша. Все здесь не будет облетать непобелка и Роспотребнадзор, надеюсь, что будет очень доволен, потому что это очень важно, чтобы все было герметично в бассейне. Все эти детали оценивают и семьи будущих воспитанников. Волокжанка Лидия Григорьевна живет неподалеку. Ее внуки как раз собираются в детский сад, так что окончание строительства вся семья ждет с нетерпением. Мы уже ждем, с внуком ходим гулять, показываем ему, это твой садик, он уже ждет, бабушка, когда я пойду в этот садик, это мой садик. Общие впечатления хорошие. Садик современный, оборудование современное, стройматериалы хорошие. По такому же проекту возводится и еще один детский сад на улице Фрезиновской. Строительство обоих дошкольных учреждений началось в декабре 2013 года. По контракту работы должны были длиться около двух лет, но благодаря усилиям городских властей строительство шло опережающими темпами. Бригады и сейчас работают до позднего вечера без выходных. На первом этаже полностью все группы покрашены. Перешли сегодняшний день на второй этаж на покраску групп. Электрика, ну как бы все сделано, все работает. Останется только выключатели и розетки. Практически готовые уличные площадки для прогулок. До конца года все работы будут выполнены, но двери для малышей сад откроют в начале 2015-го. До этого необходимо провести все юридические процедуры. Контролирующие органы должны принять это учреждение, посмотреть, написать свое заключение. Мы сейчас не можем сдать документы на лицензирование до тех пор, пока весь пакет документов не может быть. По самым оптимистичным прогнозам, конечно, для этого потребуется не меньше месяца. Деньги в бюджете 2015-го года на этот и на тот садик заложены, для того, чтобы здесь принимать детей. Списки детей, которые пойдут в новые дошкольные учреждения, почти сформированы. Они будут опубликованы 1 декабря. В итоге практически все малыши, которым к 1 сентября исполнилось два года, будут обеспечены местами в детских садах. Александра Шер, Михаил Прищев, Вологда, Портал.